Строительство спортивных объектов находится на контроле временно исполняющего обязанности главы республики. Сегодня Олег Николаев обсудил с руководителями муниципалитетов предстоящие работы. Подробности в следующем материале. Все рабочие совещания пока в режиме самоизоляции. Вот уже третью неделю подряд администрации районов с Домом правительства связывает телемост. На повестке дня реализация важнейшего этапа республиканской адресной инвестиционной программы. Такого количества спортивных объектов за один год в регионе строить еще не приходилось. Строительство всех 11 футбольных полей выделено в полном объеме. Параллельно мы сейчас готовим проект соглашений о предоставлении субсидий, которые в ближайшее время будут направлены в адрес заказчиков. В настоящее время положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации и достоверности определения смертной стоимости строительства получены только администрациями Ячекского и Ядринского районов. Указанными районами аукционы на строительство объявлены. Необходимо обеспечить положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации, достоверности определения смертной стоимости строительства и реконструкции футбольных полей. Это стратегическая задача с прицелом на перспективу. Интерес к футболу в республике растет. Олег Николаев признается, что и сам был игроком любительской команды. В 2017 году, когда у нас был очередной турнир по футболу среди команд-фракций, даже был удостоен звания лучший нападающий. Работая в Государственной Думе, все три года находился рядом с великим тренером, замечательным футболистом Валерием Газаевым, который, по моему приглашению, даже приезжал в Чувашию в 2017 году. И мы здесь привели замечательные мероприятия, порадовали учащихся детской и юношеской школы футбола в городе Шумерле. Футбол – это всегда было такое любимое занятие. Это, с одной стороны, естественно, здоровье, хорошее настроение. Но, с другой стороны, я хочу сказать, футбол – это, конечно же, искусство взаимодействовать. Это командная игра. И вот здесь, как правило, результат зависит от того, насколько команда сможет сыграть вместе. Результативные работы в правительстве ждут и от команд администрации муниципалитетов. Чтобы не получить желтую карточку, необходимо ускориться в подготовке документации и устранить замечания госэкспертизы подстающих Красноармейский, Комсомольский, Козловский, Маргаушский, Урмарский, Красночитайский и Чебоксарский районы. После того, как выдано будет замечание, просьба ко всем муниципалитетам, так скажем, поэнергичнее отработать с проектировщиками и предоставить в адрес госэкспертизы ответы для получения положительного заключения. Давайте мы начнем тогда с Чебоксарского района. Если все остальные, насколько я понял, все загрузили, у вас еще идет процесс загрузки самого проекта. В следующий день все разделы загружены у нас. И ждем вот к концу недели, на следующей неделе, начале недели, положительное заключение, дай бог. Если будут какие-то замечания, мы устраним. Временно исполняющий обязанности главы региона обозначил крайние даты. Уже до середины июня должны быть заключены контракты с подрядчиками. За строительными работами необходимо наладить контроль. Очень четкий и соответствующий технический контроль и обеспечение качества выполнения строительно-монтажных работ. То есть мы к этому должны стремиться. Потому что вот вся та ситуация, которая складывалась раньше по объектам, конечно же, это недопустимо. Когда у нас подрядная организация через аукцион заводит свои как бы аффилированные организации, которые отчет технадзор, и очевидно автоматически начинает хромать качество строительно-монтажных работ. В случае падения цены на 25 и более процентов мы имеем право требовать соответствующие представления всех необходимых квалификационных возможностей. И уже до конца года на всех 11 полях должны стартовать футбольные матчи. Дмитрий Ковалев, Валерий Резюков, Республика.